Хоккейный турнир памяти Александра Дубко протягивается у Гродни. Боротьбу за перемогу у престижным международным споборництве ведут четыре команды из России, Казахстана и Беларуси. Всю летать традиционная хоккейная встреча у городе над Неманом стала 13-й по лику. Первый поединок турниру провели представители России и Казахстана Динамо, Санкт-Петербург и Бейбарис. У вынеков больше сместовную гульню продемонстровали россияне 3-1 на их корысть. Не сдолили осветковать перемогу и господары плясулки. Гродинский Неман соступил Солигорскому шахтеру 2-3. Что тишится организационных моментов, пошаток турниру на раканью не выкликал, а болельщики проявили великую текалность до международной хоккейной падеи у областным центры. Мы серьезно готовимся к этим встречам, серьезно готовится и ледовая арена, потому что это международный уровень достаточно высокий. Вы знаете, что этому придает большое значение и в городе, и в области. И этот турнир любят наши болельщики, которые, посмотрите, сегодня прекрасный летний день. Их практически запомнил ледовый дворец. Так любят хоккей в городе Гродно. Это настоящая хоккейная столица нашей страны. Побоюсь этого сказать. Все лето международный турнир памяти Александра Дубко проводится у 13-й раз и традиционно сбирая мощные команды краин-суседок, якая из них станет переможцей, поколь казать рано. Хотя хоккейный сезон только стартуя, соперники мкнутся проявить свои лепшие гульнявые навыки. Уся кропки над ей расставить опошние поединки турниру. До слову вахот на усе гульни бесплатны, а церемония закрытия с поборництва отводится у субботу, 29 липеня. Субтитры подогнал «Симон»